Мероприятие, посвященное ежегодному отчету главы Пушкинского муниципального района перед жителями района по подведению итогов социально-экономического развития Пушкинского муниципального района за 2016 год и определению приоритетных задач на 2017 год, объявляется открытым. На сцену приглашается глава Пушкинского муниципального района Сергей Михайлович Перемечаев. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые жители Пушкинского района, руководители и сотрудники организаций, предприятий, предприниматели, коллеги, друзья. Сегодня мы подводим итоги 2016 года, года богатого на политические события. Главным из них стали выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации и в Московскую областную думу, которые проходили 18 сентября 2016 года. Наши избиратели проявили активную гражданскую позицию, придя на свои избирательные участки в единый день голосования. Явка избирателей в Пушкинском районе составила более 34%, а за партию и кандидатов от партии «Единая Россия» отдали свои голоса около 37% избирателей, тем самым оказав высокое доверие правящей партии. Депутатом от «Единой России» в Государственную Думу Российской Федерации был избран Пахомов Сергей Александрович, а в Московскую областную думу Ирина Эдуардовна Слотская. Именно вы, уважаемые пушкинцы, определили итоги избирательной кампании. Каждый из вас с своей активной жизненной позицией и небезразличием изо дня в день вносите вклад в достижение нашим государством лидирующих позиций. Вы подтверждаете правильность, проводимая руководством страны политики при умножении человеческого капитала. Как отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, лидерство и конкурентноспособность государства во многом зависят от стремления каждого к развитию и к личному росту. Именно политика президента лежит в основе программного документа «Идеология лидерства», который успешно реализуется в Московской области. И как сказал в своем обращении к жителям региона губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, Подмосковье должно войти в пятерку лучших по всем ключевым направлениям жизни человека. Безопасность и здоровье, образование и экология, дороги и качество ЖКХ, эффективное государственное управление и благоприятный инвест-климат. Подмосковье – это второй по численности регион Российской Федерации. 7 миллионов 400 тысяч постоянных жителей и 2 миллиона дачников. Это значит, что руководство Московской области несет ответственность за качество жизни почти 10 миллионов человек за их право жить на территории субъекта-лидера. Сегодня есть много фактов, подтверждающих движение Московской области вверх и вперед, не нарисованных на бумаге отчетов, а реальных результатов. Присутствие в тройке лидеров по валовому региональному продукту. Положительная динамика по доходам на душу населения. 250 тысяч рабочих мест за 4 года. В полтора раза сокращена детская смертность. В 2016 году открыты очередные 3 современных родильных дома, в том числе один из них в нашем с вами районе. Исключительным достижением стала ликвидация очереди в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Хотя еще 4 года назад в Московской области была самая длинная очередь среди субъектов Федерации. Отремонтированы 11 детских школ искусств. Благоустроено 82 парка. Построено 86 спортивных объектов. За 4 года на маршруты Подмосковья вышли 2500 новых автобусов и 96 новых электричек. Открыто 6 путепроводов. Отремонтировано 15 железнодорожных переездов. Реконструирован 41 водозаборный узел. По программе капитального ремонта отремонтировано более 3000 домов. 16 тысяч жителей аварийных бараков получили новое жилье. Из 18 тысяч обманутых дольщиков осталось 3. И при всем этом Подмосковье имеет самую оптимизированную в стране структуру управления на региональном и муниципальном уровне. 17 человек на 10 тысяч населения. Все мы, наш район, его жители, предприниматели являемся неотъемлемой частью Московской области. Это территория нашей жизни и развития. Территория лидерства. Равняясь на достижения области в целом, наш район стремится к лидирующим позициям внутри региона. Да, мы знаем, что стартовые позиции района были очень слабыми. В 2014-2015 годах своего пика достигла задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями. Был исчерпан лимит муниципального долга. Кредиторская задолженность перед бюджетом и организациями превысила 760 миллионов рублей. Многие сферы жизни оказались в упадке. Дороги, сети, вода, очередь в детские сады и вторая смена в школах. Это проблемы, которые нужно решать. Надо строить спортивные и культурные объекты. Ликвидировать несанкционированные разномастные ларьки и гаражи, захламляющие наши дворы. Большой список задач, которые уже решили, решаем сейчас и будем решать в будущем. Как и в своем прошлогоднем отчете, хочу сделать акцент на том, что для успешного развития региона нужны ресурсы. Поэтому, как и в 2015 году, наши усилия были сконцентрированы на пополнении бюджета. Результат – дополнительные 3% доходов. Звучит скромно. А это дополнительные 180 миллионов рублей на фоне общего снижения деловой активности в стране. Это средства, позволившие полностью погасить кредиторскую задолженность наших школ и детских садов перед ресурсоснабжающими организациями. Погасить в порядке очередности часть долгов предпринимателям. В значительной степени, кстати сказать, нашим с вами Пушкинским. Многие предприниматели, многие из них ждали оплаты по 3-4 года. В 2015 год район вошел с долгами, как я уже сказал, в 760 миллионов рублей. А сегодня кредиторская задолженность чуть более 400. Это все еще гигантская сумма, но динамика налицо. Хочу отметить совместную работу Комитета по финансам района с Министерством финансов Московской области, которая привела к пересмотру методики расчета оценки доходной части муниципальных районов и перерасчету дотаций. Бюджет района получил дополнительно более 300 миллионов различных межбюджетных трансфертов. Сегодня район на деле подтверждает свою способность эффективно управлять финансами. За счет работы Комиссии по мобилизации в 2016 году была погашена задолженность федеральной и областной бюджеты более чем на 150 миллионов рублей. Прирост по налогу на доходы физических лиц составил почти 16%. По плате за негативное воздействие на окружающую среду более 30%. Впервые за последние несколько лет район не имеет задолженности перед бюджетом. Кроме того, впервые с момента возникновения долгов район заложил в бюджет 2017 года расходы на погышение кредиторской задолженности в размере 3% от собственной доходной части. Удалось провести серьезную реструктуризацию кредитного портфеля. Средняя ставка по кредитам была снижена более чем на 5% пунктов. Сегодня у нас нет кредитов со стоимостью обслуживания свыше 11,5%. Экономия составила почти 5 миллионов рублей. В планах на текущий год переход от кредитов к кредитным линиям, что позволит и далее снижать нагрузку по обслуживанию муниципального долга. Общий объем закупок за счет средств бюджета составил в 2016 году 885 миллионов рублей, 66% из которых были проведены конкурентными способами. Удалось получить почти 60 миллионов рублей экономии. В 2016 году завершили масштабную реорганизацию аппарата муниципального управления с сокращением численности сотрудников. Сегодня численность муниципальных служащих в районе, а значит и затраты на их содержание, даже ниже установленного областью норматива. Все сказанное это и есть та невидимая работа, которая позволяет создавать осязаемые улучшения. А наша глобальная цель – полностью преобразить наш район, для чего необходимо увеличить собственные доходы нашего с вами консолидированного бюджета как минимум на четверть. Нашему району для стабильного развития и улучшения не хватает ежегодно 1 миллиарда рублей. На дороги, школы, детские сады, инфраструктуру, спортивные и культурные объекты, экологию. Но отсутствие достаточных средств не может являться оправданием для стагнации. Могу сказать, что многое уже сделано и продолжает делаться. Подтверждает мои слова движение вверх в рейтинге муниципальных образований. 2015 год наш район закончил на 51 месте, а 2016 на 38. Какие улучшения уже осязаемы? Долгое время привокзальная площадь не была благоустроена и находилась в бескозном состоянии, включая ладонапорную башню, которая считается неофициальным символом города Пушкина. Учитывая многомиллионный поток жителей и гостей города, существовала острая необходимость в благоустройстве привокзальной территории. В 2016 году были изысканы внебюджетные источники финансирования для организации работ по благоустройству данной территории. По состоянию на декабрь 2016 года территория благоустроена, водонапорная башня отреставрирована. Начато строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Новая деревня». Школа откроет свои двери 1 сентября 2018 года. А это значит, что 300 детей, проживающих сегодня в микрорайонах О. Пушкина и Новая Пушкина, смогут ходить в школу рядом с домом. Это в первую очередь разгрузит школу номер 9, в которой сегодня учатся почти 200 ребят из этих микрорайонов. Подписано соглашение об объединении нагрузки с компанией «Профиинвест», что позволяет ей начать этой весной строительство пристройки к школе номер 1 на 500 мест, которое также примет ребят с 1 сентября 2018 года. В минувшем году район вошел в областную программу образования Подмосковья, в рамках которой в 2017 году будет разработана и пройдет государственную экспертизу проектная документация на строительство пристроек к школе номер 6 города Пушкина на 550 мест и Ашукинской школе на 350 мест. Строительство запланировано на 2018 год. Образовательные учреждения нашего района, школа номер 14 города Пушкина, Правдинская школа номер 1 и детский сад номер 17 получили статус региональной инновационной площадки Московской области. А школа номер 7, 8, гимназия 10 города Пушкина, гимназия Тарасовка и снова Правдинская первая школа получили различные гранты. Школа номер 8, начальная школа номер 16, гимназия номер 10 города Пушкина и гимназия Тарасовка черкизовского сельского поселения вошли в рейтинг 100 лучших школ Московской области, а 94 выпускника района закончили школу с медалями. В 2016 году начали работать 4 новых детских сада в Тарасовском сельском поселении, в городе Пушкина, в Вильдигинском сельском поселении. Общая мощность садов более 500 мест. Это позволило ликвидировать очередь детских садов для детей от 3 до 7 лет. В текущем году должно завершиться строительство детского сада на 182 места в Ашукинском поселении, что позволит решить вопрос с очередью детей всех возрастов в данном поселении. Кроме того, Комитет по управлению имуществом начал работу по подбору и формированию участков в городе Пушкина для строительства двух детских садов на 230 мест каждый. По плану, эти сады должны открыть свои двери в 2019-2020 годах. Кроме строительства новых и реконструкции существующих зданий, школ и детских садов, прилагаем усилия к повышению качества жизни работников образования. С хорошими результатами выполняются целевые значения показателей по заработной плате. Сегодня заработная плата педагогов превышает среднее значение по области. В целом на образование было потрачено почти 50% консолидированного бюджета, что в абсолютных цифрах составляет более 2,8 млрд. рублей. Расширяем возможности дополнительного образования. В ДК Пушкина открыли театральную студию. В РДК «Строитель» много новых студий и мастерских. Пушкинский физкультурно-спортивный комплекс организовал много интересных занятий на воде, а новый ФОК в Заветах Ильича в дополнение к урокам плавания открыл секцию тайского бокса. В настоящее время дополнительным образованием охвачено почти 3 тысячи детей. Это не считая тех, кто занимается после уроков в различных кружках при школах и детских садах. В 2016 году открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Заветах Ильича. Сейчас идет работа по подбору инвесторов на строительство рядом с этим ФОКом крытых теннисных кортов и всесезонного катка. Настроены на создание на этом месте районного спортивного ядра. За 2016 год провели более 100 спортивно-массовых мероприятий. Более полутора тысяч школьников прошли тестирование норм ГТО. Вступили во взаимодействие с Федеральным и областным министерствами спорта на предмет расширения участия района в федеральных и областных целевых программах по развитию физической культуры и спорта. Это позволит не только реконструировать футбольное поле ФСК Пушкина, что предусмотрено программой на 2018 год, но и построить несколько новых спортивных объектов в районе. Наращиваем темп в работе с молодежью. В этом направлении 2016 год стал объективно прорывным. Начал работать молодежный совет при главе района, молодежный парламент при совете депутатов района. Летом открыли молодежно-досуговый центр «Точка притяжения» и молодежный медиа-центр. У ребят появился свой дом. Им передан первый этаж здания на улице Некрасовской, дом 3А и большая танцевальная площадка в городском парке. Также успешно в минувшем году прошла призывная кампания. Отправлено на военную службу 188 ребят из нашего района. Это 100% задания на призыв. Прибыло на заседание призывной комиссии 86% граждан, подлежащих вызову. Особо хочу отметить зеленоградское поселение, где явка составила 95%. Несомненно, ярким и значительным событием этого года стало празднование 71-й годовщины Великой Победы советского народа над фашистской Германией и 75-й годовщины битвы под Москвой. В 2016 году мы провели более 200 культурно-массовых мероприятий. Ярким событием стало выступление на концерте, приуроченном к Дню Победы, академического ансамбля песни и пляски войск Национальной Гвардии под руководством генерал-майора Виктора Петровича Елисеева. Провели встречу со зрителями народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, начинавшая свой творческий путь с роли в фильме «Тихий дон». Провели международный фестиваль «Пересекая время», фестиваль хоровых коллективов, акцию «Ночь кино», джазовый фестиваль и многое-многое другое. Важно, что культурные мероприятия востребованы в районе. Статистика показывает, что не менее 30% жителей нашего района приняли в них участие. В 2016 году в целом на отрасль культура было направлено почти 250 миллионов рублей. Завершили капитальный ремонт актового зала ДК «Юбилейный». Отремонтирован танцевальный зал в ДК «Строитель». Начат капитальный ремонт ДК «Сирин». Знаковое событие. Практически завершена передача в казну поселения Правдинский Дома культуры Сторос. Как только этот процесс завершится, по мере появления средств поселение сможет провести ремонт здания и вернуть ему изначальный функционал. В 2016 году открыто отделение детской художественной школы в поселении Зеленоградское. А Зеленоградский филиал межпоселенческой библиотеки переехал в помещение новостройки. Одной из важных задач является привлечение детей и молодежи в библиотеки. В 2017 году на западной стороне города Пушкина откроем первую библиотеку, объединенную с филиалом молодежно-досугового центра. Помещение уже выделили, дизайн-проект на сегодняшний день готов, в ближайшее время начнем ремонт. Уверен, что новый формат позволит увеличить число молодых посетителей и сломать сложившуюся в последние годы негативную динамику. К сожалению, 2016 год был омрачен пожаром, который уничтожил Московский областной музыкальный колледж имени Прокофьева. По итогам встреч губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева со студентами, преподавателями колледжа и жителями города, было принято решение о строительстве единого здания музыкального колледжа и детской музыкальной школы. В 2016 году проект здания получит положительную оценку экспертизы и весной 2017 года начнется строительство объекта. Еще одной важной задачей на 2017 год является вхождение в государственную программу по реконструкции и реставрации краеведческих музеев. А вот подготовительная работа по вхождению в программу парки Подмосковья, проведенная в прошлом году, дала свои положительные результаты. И в 2017 году будет создан муниципальный парк «Березовая роща» в микрорайоне Кудренко. Объем инвестиций на реализацию этого проекта – 20 миллионов рублей. В апреле в Пушкинской районной больнице было открыто современное родильное отделение на 100 коек. Нашим врачам удалось спасти девочку, родившуюся в октябре 2016 года, с критично малым весом – 490 грамм. Сегодня девочка выписана домой и нормально развивается. Кстати, рождаемость в районе растет, что очень радует. Еще в 2012 году на свет пришло чуть более 2000 малышей. В 2015 году более 2300, а в 2016 году уже 2474. Так что роддом у нас все более востребован. Завершили внедрение электронных медицинских карт во всех медицинских учреждениях района. Функционируют колл-центры. Автоматизирована значительная часть рабочих мест врачей. Сократили очередь врачей, нуждающихся в жилье, с 21 до 8 человек. Выданы ключи от 10 квартир и 3 комнат. В планах на текущий год обеспечить жильем оставшихся очередников. Дважды за прошлый год прошло повышение заработной платы младшему медицинскому персоналу в общей сложности на 60%. А также с 1 сентября была повышена заработная плата среднему медицинскому персоналу и врачам. Открыли фельдшерский акушерский пункт в селе Барково Царевского поселения. Завершено строительство и готовятся к открытию ФАПы в поселке Челюскинский Тарасовского поселения и в Ельдигино. Провели капитальный ремонт станции скорой помощи в Пушкино, детского отделения амбулатории в Лесных Полянах, помещений детской поликлиники в Пушкино и поликлиники в Софрино. Очевидно, что не все гладко и проблем еще очень много. Сегодня во вторую смену в районе учатся 1740 школьников в 7 школах района. Ежегодно число учащихся в районе увеличивается на 5%. А значит, что уже сегодня нам необходимо предусматривать строительство не только школ на 2000 мест для ликвидации второй смены и переполненности классов, но и ежегодный ввод в эксплуатацию 800 мест в школах. Актуальной остается очередь в детские сады для детей до 3 лет. Району не хватает около 700 мест в детских садах, а это 3-4 новых садиков. И еще один садик раз в 2 года. Крайне необходимо строительство новой детской поликлиники в городе Пушкино, поликлиники в Софрино-1 и многопрофильного стационара в районной больнице. Перегружена станция юного техника и центр детского творчества. Да и расположены они в довольно старых помещениях. Именно поэтому я обратил ваше внимание на необходимость роста ежегодных доходов бюджета, по крайней мере на 1 миллиард рублей. Источником такого роста могут и станут новые предприятия, открывающиеся на территории района. В мае 2016 года начато строительство трех пусковых комплексов в индустриальном парке Рео Индастриал в Ельдигинском сельском поселении. В рамках парка будет внедрена система раздельного сбора полимерных автоотходов с их последующей переработкой. Первая очередь парка заработает уже в августе 2017 года. В августе 2016 года запущено строительство второй очереди индустриального парка Холмогоры в городском поселении Софрина. Только этот проект даст району около тысячи новых рабочих мест. В 2016 году завершен подбор участка для размещения Королевского трубного завода, строительство которого начнется уже в текущем году. Ведется работа по оформлению выбранного под размещение складского комплекса участков семьи Братовщина. Компания СВГ Авто построит на нем объект, который даст дополнительно 200 рабочих мест. Были открыты торговые центры Леруа Мерлен, Декатлон, Лента, которые не только дали району новые доходы и рабочие места, но и сделали более доступными для жителей района качественные, строительные, спортивные и продовольственные товары. Гипермаркет «Глобус» привлек дополнительно 187 работников. Хочу отметить, что открытие новых торговых предприятий дало прирост средней заработной платы по торговым предприятиям сразу на 15%. На настоящее время средняя зарплата в торговле достигает 38 600 рублей, что сделало ее конкурентноспособной относительно работе в Москве. Каждое новое открываемое предприятие – это дополнительные поступления в бюджет, новые современные рабочие места недалеко от дома. В 2016 году нам удалось создать в районе 1365 рабочих мест, а стартовавшие в минувшем году проекты добавят еще более 2000. Будем и дальше наращивать темп, принимая во внимание нехватку как минимум 50 000 рабочих мест в районе. Не забываем мы и о действующих предприятиях. Оказали поддержку нашим производителям по заключению договоров на поставку продукции в гипермаркеты «Глобус» и «Лента». Сегодня там представлена продукция компании «Мортадель», «Пушкинский мясной двор», «Зеленоградская», «Ростагроэкспорт», «Тайга продукты» и некоторых других. В этом году постараемся обеспечить присутствие наших производителей в магазинах сети «Леруа Мерлен». Наше сельское хозяйство снова на высоте. Рекордная урожайность зерна и картофеля, рост надоев молока, который сегодня один из самых высоких в области. Коровы, представлявшие хозяйство нашего района, занимали призовые места на всероссийских конкурсах, а осетр «Горячего копчения» производства «Пушкинской оседровой фермы» удостоен первого места в своей категории на областном конкурсе «Лучший продукт Подмосковья». Приятно смотреть отчеты о результатах работы промышленных предприятий района. В отличие от убыточного 2015 года, крупные и средние предприятия района закончили прошедший год с положительными финансовыми результатами. На 5% выросла средняя заработная плата. С приростом отгруженной продукции сработало большинство отраслей. Объемы реализации компании «Делфин Логистик», производящей этикетки, выросли на 87%. А мастерской «Винкс М», производящей противопожарные клапаны, на 63%. Компания «Импресс Арт», специализирующаяся на издательской деятельности, вдвое увеличила свои объемы. И это очень позитивные данные. Еще пару слов о поддержке. 16 субъектов малого и среднего бизнеса получили 17 миллионов рублей субсидий и грантов, а также 76 миллионов рублей с заемных средств под поручительство гарантийного фонда Московской области. В целом по району прирост числа субъектов малого и среднего бизнеса составил почти 15%. Вновь создано почти тысяча предприятий, причем около трети – это предприятия реального сектора экономики. На малых и средних предприятиях сегодня трудится около 40% от общей списочной численности работников всех предприятий района. Со своей стороны мы оказываем всестороннюю поддержку всем субъектам предпринимательства. Но и с вашей стороны мы ждем ответственного отношения к территории, на которой вы работаете, налоговая и правовая дисциплина, чистота и порядок на вашей территории и вокруг нее. При этом, при таком взаимодействии наш район будет преображаться намного быстрее. Органы власти нашего района всегда будут помогать, но и всегда будут требовать соблюдения законов и правил. За последние полтора года мы навели порядок в районе с нестационарной торговлей и рекламой. На конец 2015 года было демонтировано 37 из 122 незаконных палаток. На сегодняшний день все. На середину 2015 года в районе насчитывалось 391 нестационарный торговый объект. Сегодня схемой размещения, находящейся на утверждении в Министерстве потребительского рынка и услуг Московской области, установлен 221 адресный ориентир. Большая часть нестационарных объектов уже приведена в соответствие с утвержденным обликом. С оставшимися предпринимателями плотно работаем в этом направлении. Избавили район от растяжек и незаконной рекламы. Из 117 незаконных рекламных конструкций осталось 11. В 2017 году незаконных рекламных конструкций не останется вовсе. А вот мусорная реклама остается проблемой. В ежедневном режиме производится очистка района от листовок, расклеенных на деревьях, столбах, заборах, стенах. Удачным в 2016 году оказался эксперимент по передаче на обслуживание коммерческой организации остановочных павильонов в городе Пушкино с правом размещения рекламных досок. Сегодня остановки выглядят аккуратно. Динамично развивается потребительский рынок. Сегодня обеспеченность жителей района торговыми площадями составляет более 1100 метров на 1000 жителей, что все еще на 16% не дотягивает до среднего по области уровня. За прошедший год открылись 33 магазина, 12 предприятий бытового обслуживания и 6 объектов общественного питания. В этом году продолжим оказывать помощь предпринимателям, готовым развивать сферу бытового обслуживания и общественного питания. Если такие желающие есть и есть у кого-то желания из присутствующих, милости просим к нам в администрацию, поможем и с подбором места, и с разрешением, и с оформлением. Отдельное спасибо хочется сказать предпринимателям, ответственно относящимся к поддержке льготных категорий граждан. С 69 до 80 увеличилось количество социально ориентированных предприятий торговли, где помимо низких цен предоставляются дополнительные скидки по предъявлении удостоверений или социальной карты жителей Подмосковья. Не могу не отметить вклад компании «Гиперглобус», за счет которой проведены ремонтные работы на 1,5 млн. рублей в помещении, занимаемом Пушкинской районной организацией Всероссийского общества инвалидов. Не оставляем без внимания и многодетные семьи. Таких семей у нас в районе зарегистрировано 825. С момента вступления в силу закона о предоставлении бесплатных земельных участков многодетным семьям за 4 года с 2011 по 2014 год было предоставлено 149 участков. За 2 года 2015 и 2016 уже 187. За 2017 год рассчитываем предоставить еще около 200 участков, почти 100 из которых уже сформированы. Раз затронут вопрос оформления земель, хочу рассказать о достижениях прошедшего года в области архитектуры и градостроительства в целом. В 2016 году провели публичные слушания по генеральным планам Черкизова, Правдинский и Лесной. В начале 2017 года прошли слушания по зеленоградскому поселению. В настоящее время идут слушания по Цареву. На выходе материалы для слушаний по генеральному плану Софрина. В стадии рассмотрения и согласования в области находятся планы Пушкина, Ашукина и Ельдигинского. Этот скрупулезный труд завершится в 2017 году утверждением генеральных планов всех поселений района. Разработано и направлено на согласование в областные министерства схема территориального планирования. СТП – это, с одной стороны, необходимый этап документального оформления процесса хозяйственного развития территории, а с другой стороны, это инструмент для определения возможных направлений развития района. Именно схема территориального планирования даст нам полноценную картину доступных ресурсов, что ляжет в основу долгосрочной инвестиционной программы района. В конце 2016 года во исполнение майских указов президента о приведении в соответствие с действующим законодательством документов территориального планирования были отменены правила землепользования и застройки части территории царевского поселения и города Пушкина. Кстати говоря, сегодня 100% обращений за получением государственных и муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений и градостроительства поступают через МФЦ. В 2016 году закончили наращивать штат работников МФЦ до региональных стандартов. Работа МФЦ – это один из ключевых фокусов нашей деятельности. Статистика подтверждает востребованность центра. Если в 2015 году в среднем на одно окно приходилось чуть более 6 обращений в год, то на конец 2016 года интенсивность составила уже 29 обращений. В МФЦ предоставляется 283 государственных и муниципальных услуги. Количество обратившихся за ними выросло с 27 тысяч в 2015 году до 194 тысяч в 2016. Рост более чем в 7 раз. Этому поспособствовало также открытие 19 удаленных рабочих мест в 9 поселениях района. Кроме обращений за оказанием услуг, жители и предприниматели обращаются в органы местного самоуправления за решением всего многообразия вопросов. В 2016 году поступило почти 15 тысяч письменных и около полутора тысяч устных обращений. Более половины просьб граждан были удовлетворены, а остальным заявителям были даны необходимые разъяснения. Много обращений поступает по вопросам землепользования, строительства, жилья. Но самой острой темой в обращениях остается вопрос коммунального и дорожного хозяйства. Отмечу, что аналогичная ситуация наблюдается и на портале Добродел, на который в 2016 году поступило около 13 тысяч обращений от жителей нашего района. 80% обращений на портал в той или иной степени касаются сферы ЖКХ и дорог. Хорошо работающее жилищно-коммунальное хозяйство и качественные дороги – основа комфортной жизни. Что сделали в минувшем году? Вошли в программу «Чистая вода», получив областное софинансирование на реконструкцию водозаборных узлов. В 2017 году будем реконструировать ВЗУ в Мамонтовке, Новой деревне и лесных полянах. Завершим работы на ВНС-23-24 в Софрино. А также начнем реконструкцию ВЗУ в Черкизово. Завершаем годичную работу по наделению Пушкинского водоканала статусом филиала Межрайонного Щелковского водоканала. Это позволит привлечь средства на инвестиционную программу и начать масштабную модернизацию инженерной инфраструктуры. Проведена реконструкция котельной с установкой новых котлов в военном городке Софрино-1. В этом году совместно с областью будем заниматься заменой сетей. Выполнены работы по замене теплотрассы от котельной до жилых домов в деревне Назарова Царевского поселения и капитальный ремонт теплотрассы от улицы Комсомольская до улицы Школьная в Софрино. Новое насосное оборудование установлено в котельной в поселке Челюскинский и в двух котельных города Пушкино. Еще в одной отремонтировали котел. Провели ремонт в котельной в Зеленоградском. По программе капитального ремонта был доведен до конца ремонт 33-х кровель, который был начат под конец 2015 года нерадимыми подрядчиками. Кроме того, были отремонтированы еще 16 кровель, заменено 28 лифтов, приведены в порядок 19 фасадов. Заменили 1550 ламп уличного освещения. Построили почти 7 километров новых линий. Проведен ремонт фонтанов в городе Пушкино. Для нужд района было закуплено 10 единиц коммунальной техники, что позволило улучшить качество уборки. В городе Пушкино к зимней уборке территории дополнительно привлечены две подрядные организации, а также введена в действие новая система ежедневного контроля за качеством уборки как дорог, так и внутри квартальных территорий. Статистика обращений граждан показывает, что наши усилия не прошли даром, и качество уборки значительно повысилось. В 2016 году по ряду объективных причин была провалена программа комплексного благоустройства дворов. Из 52 запланированных работы были полностью завершены только в 19 дворах. Средства на реализацию этой программы сохранены на счетах муниципалитета и будут направлены на завершение этих работ в текущем году. И это в дополнение ко дворам, запланированным на текущий год. Обустроено более 12 тысяч парковочных мест, в том числе перед торговыми объектами и на исторически сложившихся местах парковки транспорта у жилых домов. Однако все еще сохраняется дефицит парковок в размере 24 тысяч мест. Отремонтировано 33,5 километра дорог и 98 тысяч квадратных метров покрытия дворовых территорий и подъездов к ним. Удалось ликвидировать несколько очагов аварийности за счет установки надземного перехода на Ярославском шоссе около логистического центра Пушкина, металлического ограждения на Московском проспекте вдоль домов 52 и 54, барьеров на выезде на Ярославское шоссе со стороны Зеленоградского и светофора на пересечении Бетонного кольца и дороги на Алешино. Ведется разработка комплексной схемы организации дорожного движения, финансируемая Гиперглобусом в рамках инвестиционного контракта. Запущены пять новых автобусных маршрутов. Благодаря расширению маршрутной сети в 2016 году нам удалось полностью закрыть вопрос с населенными пунктами, ранее не имевшими регулярного автобусного сообщения с административным центром района. Много вопросов всегда вызывает тема жилищного строительства в районе, особенно в городе Пушкин. В своем прошлогоднем выступлении я говорил о работе, направленной на снижение темпов строительства жилья на период формирования соответствующей инфраструктуры. Сообщаю, что за счет многоквартирных домов на территории района в 2016 году было введено 87 тысяч квадратных метров жилья против 216 тысяч метров в 2015 году. Причем около 6 тысяч метров было передано под расселение аварийного жилья, а из реализованного жилья почти 50% было приобретено жителями Пушкинского муниципального района. Систематизирована работа с застройщиками. Теперь социальные обременения в обязательном порядке реализуются параллельно с вводом жилья. Компания «Инград», вводя в эксплуатацию жилые корпуса, построила детский сад, строит школу, разработала проект реконструкции улицы Лермонтова с круговой развязкой на Ярославском шоссе. В текущем году мы совместно с застройщиком осуществим все необходимые согласования, и в 2018 году начнется реконструкция. Компания «Профиинвест» ведет ремонт детского сада «Лесная сказка». И в ближайшее время, как я уже говорил, начнет строительство пристройки к школе номер один. И уже разработала проект пристройки к школе номер два. Также силами застройщика выполнена реконструкция муниципальной трансформаторной подстанции. В поселении «Правдинский» компания «Профиинвест» выполняет капитальный ремонт и реконструкцию здания Пушкинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Силами и за средства инвестора-застройщика «Жилой квартал-2» завершен один из долгостроев нашего района «Мост через реку Уча» по улице Маяковского. В рамках инвестиционного контракта с компанией «Капитал Инвест Групп», осуществляющей строительство дома на улице 50 лет Комсомола, будет произведено расселение аварийного жилого дома номер 32 по этой улице, в которой проживает 24 человека. Компания «Домстрой-1», осуществляющая строительство жилого комплекса в поселении Зеленоградское, в 2017 году произведет расселение аварийного жилого дома по улице Шоссейная, дом 6А. Очень радует увеличение объемов индивидуального жилищного строительства. В прошедшем году было построено на 17 тысяч квадратных метров больше, чем в 2015 году. А это значит, что наш район все более привлекателен для тех, кто хочет жить в собственном доме, доверяя экологии района. К сожалению, остаются нерешенными проблемы обманутых дольщиков. Пяти объектов незавершенного строительства. Мы ведем постоянную работу с проблемными застройщиками, дольщиками, арбитражными управляющими для выработки индивидуальных решений по каждому из объектов, как это уже удалось с домом на Писаревском проезде в городе Пушкино. 658 человек, вложившие свои средства в так и не построенные квартиры, ждут этих решений. И мы их обязательно найдем. По программе переселения из ветхого и аварийного жилья на 1 января 2017 года предоставлены квартиры 168 семьям. Есть законодательные сложности с оформлением договоров еще с 40 семьями, но эту проблему мы решим в ближайшее время. В 2016 году район смог войти в программу переселения на 16-20 годы. Благодаря этой работе в 2017 году еще примерно для 200 человек решим вопрос с новым благоустроенным жильем. Сегодня наш фокус направлен на продвижение проектов комплексного освоения застроенных территорий, что позволит быстро и системно улучшить качество жизни в городе. Речь идет о 19, 20, 60 и 64 кварталах города Пушкино. В 2016 году были разработаны концепции развития данных кварталов и переданы на рассмотрение в Министерство строительства Московской области. Сейчас идет второй этап подготовительной работы. Вносятся правки, утверждаются муниципальные адресные программы, готовятся документы для дальнейшего утверждения концепции. Подходит к концу начатый в 2016 году проект реконструкции общежития на втором национовском проезде в городе Пушкино с переоборудованием в жилой дом с отдельными благоустроенными квартирами-студиями. И в завершении темы жилья в 2016 году пять молодых семей получили социальные выплаты на приобретение жилья, а шесть детей-сирот получили ключи от новых квартир. Выше уже звучали слова об экологии. Наш район был и остается рекреационным оазисом Подмосковья. Мы очень внимательно подходим к предложениям по размещению производств на территории района, оценивая потенциальное воздействие на окружающую среду. Строго контролируется выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений и удаление плодородного слоя почвы. В 2016 году в рамках акции «Лес Победы» и «Наш лес, посади свое дерево» было высажено около 70 тысяч саженцев. Ключевой проблемой в области экологии является организация сбора и утилизации отходов, как на уровне отходов частных домовладений, так и на уровне мусорных полигонов. Мы продолжаем работу по реализации системы вывоза отходов от домовладений частного сектора с населением, с мусоровывозящими компаниями, с Госадом технадзором, с Министерством ЖКХ Московской области. Очевидно, что любые нововведения, особенно если они требуют дополнительных расходов, внедряются непросто. Но есть требования закона, есть обязанность заботиться о своей земле и ее будущем. А значит, придет время, и проблема мусорных свалок будет решена. В 2017 году, объявленном в России Годом экологии, будем плотно заниматься вопросом рекультивации мусорного полигона в Царево. Продолжим продвижение раздельного сбора мусора, борьбу с незаконными выбросами в водоемы и атмосферу. Рекреационная зона должна быть не только экологически чистой, но и безопасной. За 2016 год в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило более 350 тысяч вызовов. Время реагирования на сложные случаи, требующие вмешательства нескольких служб, сократилось до 10 минут. Установили 103 видеокамеры в местах массового пребывания людей, 17 комплексов фото-видеофиксаций на дорогах, 12 объектов образования и культуры оснащены элементами системы «Безопасный регион». В 2017 году такие элементы появятся еще на 48 объектах. Определены участки в Пушкино и Софрино для размещения пожарных депо на 4 машиноместа каждое. Завершая свое выступление, хочу сказать, что в текущем году я продолжу успешную практику выездных встреч с населением. Такие встречи очень важны для корректировки нашего курса. Ведь власть не существует в отрыве от жителей. Наша деятельность направлена на улучшение качества именно вашей жизни. И мы будем и дальше прилагать все усилия, чтобы жизнь в нашем районе становилась лучше. Ведь лидерство – это реальность. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, посвященная дежурная отчета для Пушкинских муниципальных районов, влечениях районов по повлиению в том социальной и экономической развитии Пушкинских муниципальных районов за 2016 год и определению приоритетных задач на 2017 год объявляется закрытым. АПЛОДИСМЕНТЫ